Здравствуйте! Сегодня я хотел поговорить о такой вещи, как ущербность, просьб к демонам. И почему, собственно, не надо у демонов просить ничего. Дело в том, что демоны, если у них что-либо просить, то они, с каким бы человеком они не имели дело, они увеличивают право на это человека. И право демонов на человека увеличивается с количеством и объемом просьб, в зависимости от того, насколько это большая просьба, насколько он большое какое-то проявление или вещь, или большую энергию просит, в зависимости от этого. У демонов в зависимости от этого увеличивается в большей ли степени, в меньшей ли степени, навсегда увеличивается их право на человека. А демоны, поскольку, если говорить коротко, если сформулировать их суть, грубо говоря, это хитроумные садисты, то получается, что они стремятся к тому, чтобы сделать из человека раба. Потому что хитроумный садисту не нужны компаньоны, сотрудники или какие-то формы взаимодействия с кем-то другим, но при этом, чтобы другой был равноправный или у него были какие-то, пусть небольшие, но достаточно заметные права. Ему нужны взаимодействия с бесправным существом, потому что бесправного легче управлять, и он целиком находится под контролем, если он явный и полностью бесправный. И поэтому демонам, ввиду их порочной сущности, нужны рабы. И таким образом человек, который просит у демонов одну просьбу, вторую просьбу, третью, пятую, и еще имеет значение, сколько он просил в прошлых жизнях, если он просил в прошлой жизни. Он постепенно приближает себя к состоянию, когда количество права демонов над человеком будет настолько большим, что он станет их рабом, потому что у них есть явное, крупное и избыточное право на этого человека. Что достаточно бессмысленно и глупо, потому что, во-первых, человек станет рабом демонов, и это некомфортно, потому что если человек захочет сделать что-то, что не понравится демону, то он получит много, как минимум, страданий. И сложности, и невыносимой боли. И поэтому в этом, это путь весьма болезненный, и человеку, когда он станет рабом демонов вследствие избыточного права, у него нет, не будет возможности делать то, что он захочет, а будет возможность только делать волю демона. Или то, что не противоречит воле демона, рабом которого он является. Но помимо этого человек еще унижает самого себя, ведь все люди это дети и дочери бога, создатели всех людей, всех богов и вообще всех существ. То есть это дети высшего существа, совершенного и прекрасного. А демоны находятся по иерархии ниже, чем дети совершенного и прекрасного существа, то есть люди. Таким образом, люди, которые просят у демонов, чтобы они удовлетворили их те или иные просьбы, они просят у существ, которые находятся ниже их, примитивно и коротко говоря, в иерархии. Чем понижают свой уровень, тем, что идут с просьбой к тем, кто находится значительно ниже и унижаются таким образом. Таким образом они унижают свое достоинство, потому что находятся вообще-то выше и могут попросить то, что они просят у демонов. Если это не противоречит божьим заповедям, то они могут у бога, у создателя попросить это. Но они по тем или иным причинам или не верят, что создатель даст, разуверились, может быть, в этом. И они начинают просить у демонов. Или бывает такое, что они попросили у создателя создатель в процессе реализации их желания. И оно создается, желаемое ими придет, например, к конкретному человеку, который пожелал это через два месяца, например. Потому что ему иначе, если оно мгновенно явится, то это вызовет ряд парадоксов нежелательных. Ну, в силу того, что создатель всемогущий может мгновенно реализовывать желания. Но тогда это вызовет ряд парадоксов и слишком легко будет верить в создателей. Поэтому он не всегда быстро удовлетворяет просьбы людей. И желание человека, которое попросило у создателя, оно может быть уже и в процессе реализации. А он не хочет ждать или нетерпеливый, или излишне эмоциональный. И просит то же самое у демонов, думая, что ему не дадут. Потому что оно сформируется через два месяца. А он хотел, чтобы оно через месяц появилось. То, о чем он просит. Такое тоже бывает. И поэтому в этом нет никакого смысла. Потому что мало того, что человек унижает себя, так он лишает себя права на свободный выбор. Потому что у раба выбор не свободный. За раба все лишает хозяин. И таким образом опускается и унижается. И сам своими действиями делает себя из не раба, а превращает себя в раба. Причем в раба совершенно ужасающих и бесчеловечных существ. Другой путь намного лучше. Ввиду того, что если жить правильно и просить у создателя то, что не будет вредить ни тебе, ни другим людям. То если человек долго живет правильно, то вероятность то, что создатель это даст, без всякого там порабощения, значительно выше и постепенно увеличивается. Также нет никакого унижения в том, что дитя Бога, то есть человек попросит у своего отца, создателя всех людей и богов, то, что он желает. Потому что ничего порочного нет, если ребенок попросит какую-нибудь вещь, которая не повредит ни ему, ни другим у своего отца. В этом нет ничего грешного или ущербного. Или того, что увеличивает тяжесть темной кармы для этого ребенка. Поэтому есть законные, куда более правильные пути. Также еще могу заметить, что если человек дошел до такой точки, когда у демонов появилось избыточное право на него, то жить в этом праве это весьма мучительно и ужасно. Потому что нужно человеку тогда будет, если такое право демона на нем большое получили, то человеку нужно будет творить ужасные вещи, потому что демоны живут сотворением пороков и заставляют своих рабов творить порочные и ужасающие. Но карма-то за ужасные вещи будет накапливаться по большей части на самом человеке. И поэтому, поскольку вся боль возвращается, то человеку уже придется отвечать и страдать за ту карму, которую он накопил в результате того, что был рабом демонов и слушался своих хозяев и не пытался вырваться из их повиновения. Отвечать за те действия, которых он сделал в рамках длительной жизни в такой концепции ему. И поэтому это путь просто к тому, что человек заводит сам себя в пыточную камеру, сотворяя страдания на пути раба-демонов другим живым существам себе, накапливая черную карму. Также вырваться из-под демонического рабства, если оно имеет под собой кармические крупные обоснования, быстро и немучительно не получится. Это всегда путь, который займет некоторое время и доставит некоторые страдания и сложности. Им будет не во всех случаях легко пройти и не абсолютно любой человек, который на него встал, по статистике, сможет его пройти, потому что он тоже достаточно мучительный. Но правда он суммарно менее мучительный, чем путь покорства, даже если ты стал рабом демонов. И намного лучше, как мы видим из всего этого просто одно, не становиться рабом демонов и самому стать светлым, прекрасным, чистым, таким человеком, которому Создатель и сам даст то, что он у него попросит, за значительной вероятностью. Ввиду того, что если удастся самому стать таким светлым и прекрасным, что вызвать восхищение у Создателя, то это увеличивает вероятность того, что Создатель удовлетворит ваши желания и просьбы. Это наиболее приятный и правильный, и намного более легкий путь.